Природное и домашнее средство для лечения болезни Альцгемера Развитие болезни Альцгемера, АД, является худший кошмар каждого. В целом, это заболевание негативно скажется либо физическая или психическая функцию, отсхватывает обоих. Он умедленно и постепенно разрушает память, логическое мышление и язык. Простые задачи, как есть или расчесывают волосы, например, забытые, и как только развивается от нет повернуть время вспять. Болезнь названа в честь Дерала и Альцгемер, немецкий врач, который во время вскрытия трупа в 1906 году, обнаружили физические изменения в мозге женщины, которая умерла от странного психического заболевания. Он нашел бляшки и клыбки в головном мозге, признаки, которые в настоящее время считаются отличительными чертами нашей эры. Хотя нет никакого способа, чтобы устранить болезни Альцгемера, существует несколько домашних средств, которые могут предотвратить его возникновение, а также методы оказания помощи как жертвам нашей эры и их опекунов справиться с его последствиями. Болезнь прогрессивя От является одним из групп заболеваний мозга под названием слабоумие, которые прогрессивны и дегенеративных синдромов мозга, которые влияют на память, мышление, поведение и эмоции. Болезнь Альцгемера является наиболее частой причиной деменции, от 50 до 60% всех случаев деменции могут быть отнесены к от Ранние симптомы включают трудности с запоминанием имен, мест или лица, и возникли проблемы ссылаясь на то, что только что произошло. Изменение личности и путаница также ранние симптомы. В конце концов, легкая забывчивость переходит к проблемам в понимании, говорить, читать и писать. И физическое разрушение происходит, тоже, отчасти потому, что задачи, такие как еда и питье просто забыли или слишком трудно осуществить. Пока мы еще не знаем причину нашей эры, мы знаем, что существуют диетические и экологические факторы. Стелс-вирус, который находится в состоянии покоя в течение многих лет, и в настоящее время изучается в качестве возможной причины, как и являются факторами наследственности. Алюминий был предложен в качестве одной из причин, но жюри все еще на что. Большинство исследователей считает, однако, что если алюминий играет роль в развитии нашей эры, это является незначительной. Хотя еще не лекарство от нашей эры, картина не столь мрачным, как это было еще 10 лет назад. Исследование обнаружило средства правовой защиты, которые могут помочь облегчить симптомы и замедлять продвижение болезни, а также помочь тем, кто страдает от АД, особенно в том, что касается гигиены, которая может стать проблемой, так как АД прогрессирует и средств личной гигиены становится затруднительным. И хорошая новость заключается в том, что многие из этих средств и средств можно найти прямо на вашей кухне. Домашние средства найдены ниже, помогут вам избежать некоторых из предполагаемых причин болезни Альцгемера, и могут быть легко расположены в средней семье. Пищевая сода. Большое домашнее средство, или замещают в магазине купил зубную пасту, представляет собой смесь пищевой соды и соли пудрой. И это не алюминий, найденный во многих коммерческих зубных паст. Для того, чтобы сделать смесь, соль распылить в электрической кофемолке, или распространение некоторых на разделочную доску и раскатать его с тесто скалкой, дробление его в мелкий песок, как текстуры. Смешайте один часть измельченных соль с двух частей пищевой соды, затем обмакнуть влажную зубную щетку в смесь и чистить зубы. Храните порошок в герметичном контейнере в ванной комнате. Питание добавки. Эти едовые напитки можно легко пить, и они обогащены витаминами и минералами. Семена. Тыквенные, кунжут, семена подсолнечника и большие закуски, они упакованы с незаменимыми жирными кислотами, необходимыми для функционирования мозга. Кунжутное масло. Аурведу, целостная система медицины из Индии, признает преимущество кунжутного масла. Депрессия, связанная с болезнью Альцгеймера, может быть освобожден с каплями нос подогретое использование кунжутного масла около трех капель на ноздрю два раза в день или путем втирания немного подогретое кунжутное масло на верхней части головы и низ ног. Уксус. Универсальное домашнее средство, уксус, может помочь служить многим целям. Когда пациенты остановятся недержанием, уксус может помочь с гигиеной. Очистите область половых органов тщательно равных частей уксуса и воды. Для домашнего дезодоранта смешайте равное количество воды и уксуса. Приложите слегка подмышками. Это не остановит потоотделение, но он будет контролировать запах. Яблочный уксус может помочь облегчить зуд кожи. Добавить 8 унций яблочный уксус в ванну с теплой водой. Выдержите в течение по крайней мере 15 минут. Зародыши пшеницы или сухое молоко. Добавить в продуктах питание для дополнительного белка. Из холодильника. Черника. Новые данные свидетельствуют о том, что черника содержит антиоксидант, который может замедлить возрастные изменения двигательных, такие, как те, при болезни альтские меры. Бутилированная вода. Потому что вода из крана может содержать алюминий и другие примеси, в бутылках, хорошо или родниковой воды может быть лучшим вариантом. Позвоните в компанию воды, чтобы спросить о получении анализа воды. Вы можете выбрать для установки фильтра для воды, как еще один вариант. Морковь. Употребление в пищу морковь, которые загружаются с бета-каротином, является безопасным способом, чтобы получить витамин А через диету. Без достаточного количества витамина А, здоровье нервов и даже память может пострадать. Лучше всего, однако, чтобы держать это естественно может принимать добавки витамина А приводит к токсичности. Другие богатых витамином А продукты включают шпинат, кабочки, сладкий перец, печень, цельное молоко и яйца. Цитрусовые. Эти фрукты загружаются с витамином С, антиоксидант, который, как полагают, чтобы помочь защитить нервы мозга. Ягоды и некоторые овощи, включая перец, сладкий картофель и зеленые листовые овощи, также являются богатыми источниками витамина С. Рыба. Жирные кислоты имеют важное значение для здоровой функции мозга и рыбы с высоким содержанием жирных кислот. Это хорошая идея, чтобы положить рыбу в меню не реже двух раз в неделю. Хорошие выборы включают лосось, сардины, озерная форель, анчоусы и тунец. Имейте в виду, однако, что некоторые виды рыбы, особенно акулы, рыба-меч, королевская макрель и кафельник содержат высокие уровни ртути и ее следует избегать. Темно-зеленые листовые овощи. Шпинат, капуста, мангольд и другие зеленые листовые с высоким содержанием фолиевой кислоты, которая может стимулировать познавательную функцию. Другие хорошие источники фолиевой кислоты включают свеклу, коровий горох и другие бобовые, брюссельская капуста и цельного зерна продукты. Кроме того, исследование из Нидерландов предполагает, что люди, которые едят большое количество темно-зеленых, желтых и красных овощей может снизить риск развития деменции на 25%. Апельсиновый сок Питьевая стакан апельсинового сока Еще один способ увеличить потребление витамина С, просто не объединить его с забуферином аспирина. Взятые вместе, аспирин и апельсиновый сок форма и алюминия цитрат, который всасывается в организм в 5 раз быстрее, чем обычный алюминий. Соевые продукты Исследования показывают, что изофлавоны, найденный в соевый белок, может защитить женщин в постменопеозисат. Попробуйте соевое молоко надзерновых, сой заменителями сайта фу замороженных лечат. А может заменить тофу для рикоттой или сливочного сыра в рецептах. Диетические рекомендации предполагают, от 20 до 25 граммов соевого белка в день. Есть еще несколько домашних средств, которые могут задержать начало болезни альцкие меры. Узнайте, как ваша кухня может быть в вашей аптечке в следующем разделе. Ингредиенты, которые помогут вам предотвратить болезни альцгимера, может сидеть прямо над вашей печи. Рассмотрим некоторые из этих полезных домашних средств при решении этой изнурительной болезни. Домашнее средство от стойки специй Многие люди сад испытывают снижение вкусовых ощущений, так пряных, что пища, чтобы соблазнить вкусовые рецепторы и аппетит. Перец чили-порошок, перец, шалфей, орегано, все, что хороший вкус и делает пищу интересно будет работать. Не перегружайте на соль, однако Экстракт миндаля Содержит витамин Е Попробуйте предложить некоторые миндальные печенья Карри Новые исследования показывают, что куркумин, антиоксидант и противовоспалительное соединение в куркуме может предотвратить от Это могло бы объяснить, почему Индия имеет одну из самых низких показателей нашей эры в мире. Имбирь Эта пряность может стимулировать плохой аппетит. Для походу домашнего средства попробовать имбирный чай или генгер снапс, или нарубить немного свежего имбиря и смешать его с небольшим количеством сока лайма и щепотку каменной соли, а затем жевать. Это позволит не только повысить аппетит, но жажду, тоже. Лимонное масло Крутые несколько капель лимонного или мятного масла в горячей воде, затем вдохните. Эти стимуляторы ароматерапии могут воспрянуть духом тех, кто страдает типичные симптомы, такие как вялость или депрессия. Саги При депрессии, связанной с болезнью Альцгимера, пить чай, заваренный с 1-2 чайной ложки шалфея и 1-4 чайной ложки базилика, погруженного в одном стакане горячей воды, два раза в день. Поваренная соль Не служат продукты с косточками или кости Не служат продукты со смесью текстур. Они могут быть трудно глотать. Да всегда проверяйте температуру пищи. Горячие ощущения могут быть онемевших для людей сад, но они все равно могут получить ожог. Да служат продукты, которые требуют немного жевания, такие как супы, мясной фарш и яблочное. Да обслуживать несколько меньше пищи, а не три основных приема пищи. Да выбрать любимые продукты, особенно если аппетит оставляет желать лучшего. И имейте в виду, что, как болезнь прогрессирует, пищевые предпочтения могут измениться. Играешь музыку во время еды Приема пищи может быть стресс, и музыка расслабляет. Выберите песни из молодости пациента или провести специальную память. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!